а спонсор сегодняшнего ролика мой инстаграм подписывайтесь на мой инстаграм под каждым постом интересная история а в stories вы увидите мою жизнь в таиланде новости биткоина и блокчейна и много всего интересного скоро вас ожидает сюрприз так что подпишись чтобы не пропустить всем привет дорогие друзья с вами криптович мекер и сегодня у нас еженедельный топ предлагаемых нам монет посмотрим да вам советов какие стоит заходить какие не стоит и собственно почему прошлый раз я делал немного неправильно я здесь сумму писал но уровне не корректировал и получается что у нас об был по тестированию настроек совершенно неправильно то есть он был на сумму намного больше чем 1000 долларов то есть там был в среднем на 3000 долларов топ сразу же за это извиняюсь комментариях никто не написал видимо не заметили но я сам заметил и сказал вам так что сегодня будет все правильно тестируем на 1000 долларов и будем исходить и из этой суммы потому что 1000 долларов это то 100 сумма с которой рекомендуется заходить в бота вообще изначально но если есть возможность конечно идеально было бы там 1500 долларов или даже две тысячи долларов но 1000 это тоже отлично и это очень даже отлично мы будем нажимать или кнопочку скорректировать уровне и так первое собственно монетка в а и дт и я вам запускать не рекомендую потому что произошел серьезный памп и собственно крик коррекция этого пампа еще не закончена скорее всего мы вернемся куда-то сюда и тогда уже стоит рассматривать вот так примерно нужно будет сделать скорректируем уровне и то есть протестируем когда закончится памп то возможно стоило бы открыть но видите вот это движение она очень серьезная здесь и поэтому она может сбить вас с толку потому что именно на этом движении основные проценты заработаны вот на этих движениях поэтому нужно будет ждать полной коррекции когда пройдет еще несколько дней и за несколько дней смотреть волатильность которую будет давать эта монета сейчас я их запуску вам не рекомендую погнали дальше гола гола у меня запущена гола у меня запущена вот такая примерная сетка у меня на ней запущена примерно вот давайте а запуск нескольких ботов невозможно поэтому мы не можем протестировать и сейчас на 1000 долларов отсюда можем протестировать только как есть но сделаем шаг сетки допустим 04 вот здесь у нас получается общая ширина больше 60 процентов почти 70 и как вы видите монета ходит вот такими движениями и сейчас движение вниз у нас заканчивается и по идее мы должны отсюда толкнуться и пойти вверх поэтому монета выглядит довольно неплохо для запуска сейчас довольно широкой так сказать консервативной сеткой ты доходность и доходность мы возьмем наверное от этого движения с 20 сентября и за 23 дня если бы мы зашли вот здесь 20 числа мы бы забрали 25 процентов то есть 1 процент в день отличная доходность погнали дальше you ft монетка и ft ходит как вы видите вот такими вот можно сказать пампами ходит монетка но при этом дневной так сказать волатильности на ней нету основная основная доходность именно на пампа давайте посмотрим то у нас покажет 1000 долларов шаг сетки 09 цвета волатильности даже не нормально или нет тут даже не знаешь с какого числа примерно брать давайте возьмем вот со 2 октября не так много пампов было и более-менее мы можем посмотреть обычную волатильность монеты на 1000 долларов у нас будет доходность в районе там скорее всего если сейчас уберу комиссию будет в районе 7 процентов 7 8 наверно так но если вы хотите запускать эту монету то вы должны рассчитывать только на пампы потому что волатильность сама монеты она не позволяет зарабатывать высокий процент если только увеличивает сумму и все равно то есть у нас даже такого шага сетки не хватает чтобы забирать достаточно процентов поэтому если вы рассматриваете эту пару для запуска то только рассчитывайте на вот эти пампы с пампами можно зарабатывать до серьезные проценты но пампы это ведь вещь не постоянная и как она пойдет дальше неизвестно я же предпочитаю зарабатывать на стабильных движениях которые можно на которой можно рассчитывать которые можно просчитать так дальше нас монеточка for монетка for в топе здесь потому что мы видим вот эти два пампа на которых были заработаны основные проценты если мы эти проценты не будем учитывать и возьмем скажем с 23 числа чтобы посмотреть на волатильность давайте посмотрим берем с 23 числа до видите обычное движение монеты у нас позволяет заработать 1 процент в день довольно стабильно но при этом ширина сетки у нас получается в районе 40 процентов ну 40 процентов это в принципе более-менее но такие сетки которые в районе 30 40 процентов не очень стойкие естественно к падению биткоина если bitcoin пойдет на коррекцию на несколько тысяч то вы окажетесь за сеткой вам нужно будет рассматривать вариант включить трейлинг даун и вот видите я так понимаю это прошло у нас падение биткоина так в сентябре было вы должны рассчитывать что у вас должны быть средства чтобы затрелить еще там в районе 20-30 процентов то так в принципе волатильность монеты дает высокую доходность можно рассмотреть к запуску но я бы не рекомендовал включать трейлинги пока вы спите то есть днем когда вы можете следить пожалуйста включайте трейлинг или просто следите когда увидите что цена пошла вверх просто включайте и мониторте цену чтобы не дай боже вы не остались где-то очень высоко вот здесь и вам не пришлось сюда все это дело потом трейлинг дауном забирать монетка хорошие погнали дальше д.ф. в последнее время нам дал мало волатильности еще я его запускал я не дождался пока он куда-то пойдет ты пришлось мне его закрыть доходность была довольно низкая но тут я даже не знаю с какого числа смотреть в принципе 27 до даже не так не с 27 друзья а вот возьмем даже с 30 видите волатильность монеты довольно сильно упала и то есть на обычных своих движениях она не дает заработать достаточно много процентов это вот эти вот вот эта доходность немного повышенная за счет вот вот этого движения которое довольно серьезная вверх было и несколько дней я просто на ней так стоял и там доходность 020 3 процента в сутки было в общем можете запустить если рассчитываете на какой-то памп но памп бывает примерно раз в месяц бывает реже бывает чаще если посмотреть по истории вот на этом основной волатильности можно заработать но при этом обычные дни она будет давать вам очень мало процентов такое себе сомнительное я не рекомендую запуску данную пару здесь монетка у нас неплохо так выросла видите повышенная волатильность была повышенные объемы вот это я так понимаю сетка довольно широкую он предлагает районе 70 процентов да мы же можем вот так сделать неплохой уровень поддержки верх нам тоже такой сильно высокий тому же то есть видите почти закончилась коррекция я считаю что она должна закончиться как раз примерно здесь до сюда даже наверно не дойдет это конечно же от биткоина зависит в основном и в принципе мне кажется что мы должны болтаться в этом канале продолжить то есть она должна толкнуться и куда-то сюда пойти давайте посмотрим что у нас дает по доходности скажем так а вот серединке как раз с 30 числа давайте посмотрим с 30 числа без комиссии на пары b и usd за счет вот этого сильного движения мы зарабатываем собственно 16 процентов очень даже неплохо пару в принципе рекомендую к запуску можно прямо вот отсюда раз ее и запустить далее монетка роза монетка роза это у нас наверное до 80 процентов почти 80 процентов и такие резкие скачки движения мне не очень нравится как она ходит не могу назвать стабильный для бота я бы не стала запускать она не ну с точки зрения для бота она непредсказуемая я бы не стала запускать эту монету здесь тоже самое видите все ходит такими пампами резкими и основной заработок именно на пампах причем вы видите какие бывают движения аж на сто процентов если здесь включать трейлинги можно неплохо встрять но можно и заработать довольно рискованная пара и для стабильной работы она не подойдет а подойдет только забирать движение на пампах ждать когда этот памп откатил примерно вернулся в свой канал видите она памп откат проторговка памп откат проторговка и так она и ходит то есть вот сейчас как раз произошла такая небольшая проторговка этом если посмотреть на прошлого какие-то движения то скоро мы возможно ждем еще одной один памп да то есть такую монету можно забирать чисто пампами заходить снизу забирать сверху для стабильной обычной работы эта монета не подойдет так монетка сиви пи монетка сиви пи боже сот процентов жесть не сказал бы что это прям такой стабильный канал у нее но это можно запустить но она довольно опасно 40 процентов мы сейчас как раз на нижних уровнях поддержки как раз она отсюда должна немного вверх пойти скорее всего памперским таким движением что она видите коррекция 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 спускаем спускаемся резкий памп коррекция 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 небольшая проторговка резкий памп потом снова коррекция такую коррекция с проторговкой как сказал тут неделю просто в нисходящем то есть эту монету по хорошему тоже можно отслеживать когда она упала уже достаточно сильно допустим сейчас в нее зайти Подождать вот этого памперского движения И собственно закрыть ее Потом снова поставить какой-нибудь будильничек На цену там в 2 доллара допустим И ждать пока она упадет там в 2.1 допустим На CoinMarketCap поставить будильничек И дождаться еще один памп сделать Вместе с ней Для обычной стабильной работы она не подойдет Мне не нравится И давайте наверное последнюю на сегодня Монетку Хоти Вот кстати что я здесь вижу Что я здесь вижу Рокки канала я здесь вижу Нет это в районе 40% всего лишь на все Можно даже вот так сузить Здесь допустим сработать вот на эти уровни поддержки Но это тоже такое получаете знаете Смесь будет долго с носорогом Пожалуй начиная Вот давайте с 1 октября и посмотрим За 12 дней доходность 77,7% Можно сделать сетку уже и догнать до 1% Но если биток упадет Уровень поддержки будет пробит Потому что здесь по процентам всего лишь на всего 10 и она не сможет устоять Она пойдет до следующих уровней То есть сначала до 0,4 сходит Потом сходит до 0,35 Так что смотрите сами Но я бы не сказал что она высокодоходная И она стабильная Вот мне не нравится Я бы такую не стал запускать Вот на сегодня все Всем спасибо за просмотр Пишите комментарии Что вы думаете о парах Какие вы бы сами рекомендовали запустить Какие бы вы рекомендовали посмотреть Всем спасибо за просмотр друзья Всем счастливо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok